Разжигаем огонь, чтобы запустить казан. Запускаем казан, чтобы он нагрелся. Нагреваем масло, чтобы оно прокалилось. Закинываем картошку и обжариваем ее до золотистой корочки. Картошки закинул много, пришлось немножко выложить, потому что картошка должна быть, ну как бы, масло обжариваться, иначе она больше сварится. В данном этапе огонь должен быть сильным, потому что сейчас нужна температура. Происходит обжаривание картошки по чуть-чуть. Ну, два этапа буду обжаривать, потому что один этап, слишком много масла куда-нибудь. Поэтому будем два этапа. Обжариваем примерно до такой золотистой корочки. Сейчас это вытащим, будем следующую обжаривать картошку. Закинули следующую, ждем ее. Блюдо не из быстрых, поэтому терпение, терпение. Картошку вытащили, закинули мясо. Мясо тоже буду жарить частями, потому что мясо много, и сразу оно все не это. Будем жарить частями. Ну вот примерно вот такая картошка должна получиться. Почему зажаренная корочка? Потому что потом, в дальнейшем, она будет тушиться у нас в течение часа, и чтобы она не превратилась в кисель, чтобы не превратилась в пюре. Вот, поэтому картошку надо зажарить. Ну, хорошо зажарить. Да, походу я лишканул мясо с картошкой. Казан у меня не очень большой. Придется, наверное, часть мяса, наверное, убирать в морозилку. Ну, ладно, посмотрим, как сейчас это обжарится, Посмотрим, насколько она ужарится. Вот, мясо потихонечку ужаривается, приобретает золотистый цвет. Ну, походу я что-то с мясом истанул. Пойдется, наверное, мясо... Ну, ладно, еще немножко, наверное, второй заход. Казан маловатый, надо бы побольше. Ну, вообще, это узбекское блюдо, оно готовится из баранины, ну, или из говядины. Можно с курицей, но я вот решил со свинины попробовать. Не знаю, даже я не знаю часть, от какой свинины у меня. Ну, блин, что-то сало там полно. Ну, попробуем, узнаем. Ну, да, вот второй этап мяса. Я посчитал, что мяса будет очень много. Ну, у меня там в мясе были еще ребрышки. Вот, ребрышки пришлось, конечно, убрать в морозилку, потому что, ну, уж слишком много. У меня просто казан это просто не поместится. Это мясо картошки просто потом не поместится. Казан настолько большой. Ну, а там мяса много не бывает. Я считаю, для мужика это нормальный. Ну, вот вторая порция мяса дожаривается. Ну, там еще то, что это свинина, там много жира, поэтому, конечно, ну, извините, это не я. Это меня жизнь заставила. Бараны сейчас не укупишь. Говядину сейчас не укупишь. А бараны, если и купишь, то они продают таких вонючих, что здесь не то, что там во дворе будет вонять на весь, я не знаю, на полгорода будет вонять, что бараны жарят. Ну, вот, пробую свинины. Сейчас мы это вот сейчас дожарим, продолжим дальше. Ну, в общем, вот у нас две заготовки получилось. Это мясо, это картошка. Масло мы сейчас это все выльем. Ну, кто куда, я не буду выливать на улицу, я вылью в банку, потому что собаке кушать буду готовить, буду ему добавлять собаке. Ну, вот, масло вылили, вот, в банку. Банка, слава богу, не лопнула, собаке пойдет. Сейчас чуть-чуть сюда добавим свежего маслица и продолжим. Ну, вот, маслица добавили, бросили картошку, сверху положили мясо. Не знаю насчет, как лука. Многие говорят, что не надо лук. Многие говорят, что не надо лук. Я чуток положил лук. То есть, луковицу разрезал, положил одну сверху, посыплю потом сырым луком. Этот лук я положил. И теперь сейчас водички сюда. Ну, водички желательно кипяточку. Вот. Ну, стакан, наверное. Больше не надо. Все. Накрываем крышкой. И пускай это все у нас, ну, в течение часа. Да.